так классов теперь мы берем и читаем вот такое интересное письмо оно у меня почти залежалось оно интересное мне нравятся люди которые умудряются думать вот один из них я может быть напишу глупость но для меня ваше утверждение что спящие почки недоразвиты вступает в противоречие с вашим практическим советом забрать для прыгать все равно как пора ближе к основанию то есть ближе к спящим почкам например брать черенок с 3 4 5 от основания почками вот кстати заметьте если черенок начинает с 3 почки согласитесь черенок именно верхний чай согласитесь что 3 почка обязательно попадет под нож там где будет косое средство и его практически не считается согласны то есть она никогда не будет плодоносить не будет расти потому что просто не будет косой средство и уничтожает так четвертую может уничтожать а может уже не уничтожит это зависит от расстояния между узелем и так далее и вот значит так это первый такой момент уточнение но если спящие первые почки первая вторая недоразвитая то следующее за ними сразу почки никак не будет самым лучшим хоть поверьте самый лучшим но тут один из этих один из секретов которые зависит так пока она средняя но стоит только оказаться крайней она становится самой лучшей а потом вам докажу они будут иметь переходную форму то есть вы считаете так первая вторая то есть первая а потом вторая третья лучше все это лучше это лучше это лучше в принципе вы правы вот почему у меня то у нас то получается вот эти попадают то уже не попадают под прививку так вот так что между нами недоразумения нет пусть даже а какие мы а тут ниже фотографии вот и так вы считаете что они будут не все средние то есть 3 4 5 могу повторить что 3 4 как правило не участвует в этом будущем в будущем росте так и вот у вас логика если это 3 4 5 лучше это первая вторая должна быть чуть ли не самыми лучшими ладно еще такой вопрос неужели дерево настолько глупо что в резерв на случай своей гибели и возможного выживания в трудных условиях откладывать самые недоразвитые почки вот смысл тогда их вообще откладывать если они недоразвитые и все равно не выпадут в конце спасение дерева ну как же это объяснить то а давайте посмотреть вы сегодня раз увидите пойдем Гласову разберемся обрезка на получение нужных именно привычных черенков не идеально это компромисс между желанием оставить несколько качественных почек для дальнейшего развития маточного дерева то есть ниже отрезанного иметь максимально качественный черенок у которого самые нижние почки и самые качественные от меня требует определенности ну я и использую термины отрезать оставив 5-6 почек и близко или близко к этому вот возникает вопрос учитывать летом при нижние 2-3 почки я не имея специального образования додумался до того что они видно же мельче и после отрезания черенка на прививку дают наиболее слабые побеги чем ближе к скелетной несущей ветке нетрудно понять что их роль ждать отрезки или облома и срочно прослушивать заменить погибшие заполнить проеху в крови могут даже не проснуться природа на них просто экономит вот в чем причина ой что я делаю природа на них просто экономит поэтому я их называю неполноценными фотографии я сделал это мой козырь завтра вебинар разбираемся ох искусство это материя вот это половина сейчас отключится пойду догуливать аппаратик и так я заставил позировать Татьяну Александровну смотрите вот здесь вот примерно ниже 5 почек вот здесь вот да я хочу чтобы когда она отрежет есть 2 роли низа и верха при этом у них совершенно разное предназначение здесь самый нижний фрагмент это будет лучше лучше саженец видно мой этот курсор или как он там вот эту стрелочку следующее за ним вот здесь тоже самое лучше практически неотличимо здесь должен вырасти саженец ну помельче еще мельче а остальное просто вибрацию потому что хороший враг лучше вы это понимаете теперь возьму вот этот кусочек мне нужно чтобы я допустим мог бы сказать давайте отрежем вот тут вот где тень вот видите тень вот границу тень давайте отрежем тут тогда вот эта часть будет привита и это будет еще лучше чем вот это потому что захватит на пару почек ниже еще лучше то есть получается вверх враг низа ну тогда здесь то остаются почки они пойдут в рост но уже такими мощными как вот эти две которые вот в тени примерно там их две получается компромисс или оставляют самые мощные вот они вот где тень есть самые мощные или вот так вот они пойдут мощно так но тогда вот этот черенок он полноценнейший ну мы все говорим в принципе называет 3 почку 4 5 теперь смотрите дальше мы переходим в дело сейчас я вот это все максимально увеличиваю так чем хорош компьютер давайте смотреть итак здесь сплошно отрезано отрезано это было всегда не потому что это отсыхали ветки что вы это супер сорта вот им не знакомы потери в виде сухих веток они просто отрезались для того чтобы использовать членки на приемку давайте смотреть что получается так вот допустим вот тут так сейчас вот пошла ветка верхний левый угол видите прекрасная ветка она пошла недалеко от обреза а уже нижняя смотрите вот такая а еще ниже вот такая а еще ниже такая и мне почему-то кажется что если бы даже вот здесь отрезал вот такая мощная ветка которая будет еще прямой другого дерева уже бы не получилось это один пример вот в целом если взять раз отрезано два трех местах отрезано и смотрите самые неполноценные вот эти ветки вот эти еще пойдут ладно ну здесь я пожалуй больше с этой фотографией ничего не извлеку вот ну давайте здесь посмотрим и так я специально на то вы вряд ли обратите внимание я обращаю внимание на ветку которая растет вбок прям к нам в нашу сторону вот вот она видите вот здесь была отрезана и так самая мощная ветка за ней меньше за ней меньше а эти два вообще не проснулись вообще еще раз допускаю что если вот здесь отрезать а эти обязательно это простутся это их роль но такого качества они уже не будут следующее это смотрим сюда и так вот здесь была отрезана так вот пошла мощная ветка назовем это скелетная это скелетная это хуже это хуже это хуже а эти вообще ну не до клички это ветки которые предназначат по науке быть светочными но к сожалению они это самое польза от них практически в таких случаях никакой давайте здесь посмотрим вот тут видите всем интересно снимок это уже яблони вот здесь пострадал от мороза когда его тут отрезал да вот эти ветки могли быть мощными здесь другой принцип вот почему обрезка это опасная вещь они слабенькие потому что им не дал мороз развернуться вот слава учителям этим морду будем набить а вот эти пониже в более комфортных условиях и они начали расти ну как расти вот она растет вот она еще раздвоилась а вот она почка спящая спящая так нет согласны ну и так же вот здесь можно обнаружить с эту боковую рассматривать эту боковую идем дальше значит вот смотрим ветка одна кстати она уже сразу такая солидная она уже с цветочными почками вторая а снизу вылезла ветка в догонку она на год на ложе почему она вылезла давайте посмотрим зайдем к дереву с той стороны теперь мы видим на обратную картину что эта почка ниже всех вот и когда пришла пора годом позже эти все таки не погибли здесь была отрезана вот эта почка маленькая она просто замерзла она должна была вот этой быть мощи еще мощнее но в Сибирь а это вот в догонку годом позже вот она это та самая назовем ее неполноценная ну что же делать в общем посмотрим и раз уж еще раз это важнющий один из моментов почему же потому что вы кто еще не знает а вы уже видели от снимок половину скажем кто не видел вы сразу выходите в разряд супер академиков потому что потому что что я сейчас скажу оно практически или не известно или непонятно или не имеет объяснения такого разумного объясняю разумно допустим но и я сделал по-хитрому я все время норовлю сейчас я чуть-чуть поделаю поменьше я все время норовлю это превратиться в будущего ну я не успею конечно учителя не учителя автора специального учебника фактически все что я делаю вот сейчас все что мы говорим это и есть учебник а чем он интересен итак попробуем тут недавно показали в этом самом в яндексе состав нового министерства просвещения теперь я понял почему у нас дети с каждым годом не умеют а тупеют это ладно я увлекся а если ошибся пусть они скажут да мы посмотрели вы согласны мы начнем работать в этом направлении итак представим себе что я преподаватель и в одном лице и студент который должен такой снимок это еще методика железова она заключается в том что студент видя вот это вот должен толково объяснить получить 2 3 4 или 5 естественно никакого дебильного ЕГЭ потому что если на ЕГЭ это самое начинать это все объяснять то это ЕГЭ получается дебильное и вот на разумное объяснение вот здесь был отрезан студенту дается картинка это и говорится отвечая говори все что бредет в голову а мы комиссия не на ЕГЭ с этими дебильными советами вопросами мы просто оценим то это и вот я студент вот я сейчас учитель железа меня так многие называют вот перевоплощая студента и вот я отвечаю уважаемые господа преподаватели которые меня учили я вам сдаю экзамен вот что я вижу я вижу что здесь почти горизонтально расположена ветка это примерно трехгодичная давность то есть трехлетка именно этот шмарвет может быть трехлетний дальше я вижу что у нее идет вот эта ветка пошла вверх назовем ее двухлетняя вот эта ветка пошла вверх назовем ее двухлетней от нее пошли еще вон там видно отводочки вон там вверху почти справа это прирост этого года и вот чудо вот уважаемые преподаватели после того когда аимки мне это вспоминаю кажется этот в учебнике я видел эту фотографию я знаю что учебник написал железом Валерий Константинович вот основатель нового садоводства вот еще после этого должны два поставить нет нельзя называть сразу двойку и пошел вот то есть тем не менее вот здесь он отрезал и на трехлетней подчеркиваю ветки появились однолетние приросты 1 2 3 4 5 эти приросты могут быть или уничтожены старое садоводство это требует обязательно как будто они не имеют никакого значения как будто они не дадут никаких плодов в будущем они жируют они отнимают силы вот и так далее или или они могут быть если наиболее продвинутые это самое мои коллеги студенты могут сказать что это пойдет не я не я студент а моим друзьям кое часть студентов скажет это прекрасная природа потому что это культурный абрикос вот и они пойдут на прививку я же и это принято так делать я же утверждаю что они некачественные вот это даже хуже я специально вот эти две темы друзья соединил рядом они даже хуже чем вот видите внизу вот видите вот эти вот самые они полноценные получились они полноценные но это плодушки а чем ближе к основанию тем получается обратная картина вот самая мощная вот они где ветки оказались но вот эти вот просто на трехлетней ветке в последнего года однолетки вот их нельзя применять прививки они не полноценны и я господа преподаватели подскажу главному а главное заключается в следующем вот эти вот два побега двухлетки они естественные они выросли из почек и с них если там больше взять есть приросты и с них наверняка наверняка есть приросты с них можно будет брать веточки и приросты последнего года на прививку эти надо не трогать но на прививку брать нельзя в чем их полноценность это даже хуже полноценность чем у тех которые мы называли спящими в основании почему они выросли внимание не из почки а из клетки и вот это их делает неполноценными так же как делает неполноценными все остальное но об этом я надеюсь вы мне задите следующий вопрос я разгромлю всю эту систему под названием микроклонирование которое основано именно на этом вот это не микроклонирование но принцип один и тот же вот в случае когда саженец то есть ветка начинает погибать срабатывает механизм не только тех вот этих вот не только вот эти вот просыпаются нижние видите они у самого основания а еще и вот эти вот это из из клеток а из клеток они уже как говорит Валерий Костин Жерезов ой сейчас поставят при упоминании фамилии в общем ну сам принцип вы уже теперь поняли все что из клеток неполноценно хоть микроклонирование и промышленных масштабах все это туфта они же еще зададите мне вопрос господа я это вам разъясню потому что это сейчас никто не знает вот в общем где-то так я на этот вопрос ответил если преподаватель новой формации не нынешняя то может оказаться так что я и пятерку получу не знаю не знаю хороок не знаю